Привет, друзья! С вами канал Морозлайф. Меня зовут Игорь, если вдруг кто не в курсе. Сегодня я хочу затронуть такую важную тему, о которой многие, наверное, даже не догадываются. Касается это людей, которые живут и работают в Чехии по долгосрочной визе, то есть по рабочей карте. Сегодня я расскажу вам одну историю нашего товарища, который приехал тоже с нами в 2019 году. Я нашел работу, получил рабочую карту, но случилась одна такая интересная ситуация, в которой, в принципе, не каждый может догадываться, что может такое быть. Об этом всем расскажу сейчас более подробно, поэтому вам скажу, чтобы вы усаживались поудобнее, естественно, досмотрели это видео до конца, поддержали это видео лайком и подписались на наш канал, потому что нужно сделать цель в 10 тысяч подписчиков. Я уверен, что у нас это все получится сделать. Поэтому, ребят, давайте заряжаем, ставим, подписываемся и поехали! Так вот, друзья, значит, приехал наш товарищ в Чехию, получил первую рабочую карту. Был это еще в 2019 году. Как правило, тогда всех устраивали на агентуры, были и прямые работодатели. Ну, в принципе, никто не заморачивался, потому что условия особо друг от друга не отличались, поэтому можно было работать и на агентуру спокойно. Короче, поработал он, сменил работу, ему не понравилась предыдущая работа, поэтому сменил на другую. Работал два года, пришло время продлевать документы. Работодатель поддал все документы, точнее, за него это сделал его работодатель. Все, он только подписал эти документы, то есть все отправили, все хорошо. Но проходит месяц, два, три, полгода, а рабочая карта не выдается. То есть не приглашается он даже на биометрию, не приглашается на полицию. То есть его не зовут и висит все в обработке. То есть он задает вопрос своему работодателю, почему так. Работодатель, соответственно, пишет, звонит в полицию, магистрат ОАМП по-другому, и получает ответ, что не хватает одного какого-то документа у работника, то есть за кого он поручился, тот работодатель. И этому работодателю грозит штраф. Грозит штраф за то, что он два года, он это работник, работал у этого работодателя без разрешения на работу. Ребята, это важный пункт, важный документ, о котором многие даже не догадываются, что он вообще существует. Все думают, что получили рабочую карту и в принципе все. Можно не париться, можно забыть про все какие-то моменты, пребывание в Чехии, добывание ПМЖ и гражданство в будущем и так дальше. Оказывается, нет, ребят. Это документ, без которого, по сути, ваша рабочая карта в Чехии ничего не стоит. Если у вас нет разрешения на работу, то у вас нет возможности легально работать, легально платить налоги, легально получать зарплату и все остальное. Просто бывает такое, что это проскакивает и на этом все забывается. По итогу человек не продлил карту, ему ее просто не продлевают, потому что он нарушил правила подачи документов. Он не довез какой-то документ, а это может быть и увольнение от предыдущего работодателя. Это может быть какая-то, не знаю, бумажка, которая там вообще ничего не стоит, но он ее не довез, потому что, ну, провтыкал, может не знает что-то, может еще какие-то нюансы были, моменты. Ну, опять же, потом коронавирус и все такое. Ну, короче, куча всего собирается, и по итогу незнание в одном случае, в другом случае лень, в третьем случае это, может, какая-то неграмотность. Но получается вот такая вот проблема, что по итогу работал, все классно, вроде были планы на будущее, и по сути, бац, нету продления рабочей карты, штиток выездной вклеивается, и человек уезжает домой начинать все сначала. А второй раз могут просто даже не дать добро на получение рабочей карты, если заново все проходит, потому что у него уже было нарушение. То есть это, опять же, полиция, магистрат, они могут рассматривать все по-своему. Вот, ребята, я вот хочу вам донести вот эту информацию. Все, кто живут, работают в Чехии, получили рабочие карты, обязательно, когда идет смена работодателя, обязательно, когда вы получаете переход с одной работы на другую, важно получить разрешение на работу. Это очень важно. Оно может называться «сделание» или быть «разгоднути». То есть это разрешение того, что вы правильно все сделали. Это та формальность, которая нужна еще пока 5 лет, пока вы не получите ПМЖ. Когда получите ПМЖ, тогда этого, в принципе, не нужно будет. Здесь уже становятся права, как у Чеха, поэтому работу можно менять вообще хоть каждый день. Но пока вы не получили еще этот статус, то нужно делать все по правилам. Понятно, что сейчас многие могут написать, да что ты там рассказываешь какую-то чепуху, фигню и так дальше. Это ваше право. Я просто делюсь опытом. Меня, честно, это затронуло, потому что это же не первый случай, когда люди вот так вот просто тупо теряют рабочие карты. За них платят очень большие денежища, тысячи евро, а в итоге теряют из-за халатности работодателя, из-за своих ошибок, из-за своей лени, опять же повторюсь. Ну, короче, честно, мне это обидно, как будто, знаете, как сам потерял. Ну, не дай бог, потому что я понимаю, что каждый проделывает очень большие пути в своей жизни, ставит цели, планирует, а в итоге так вот бездарно все потерять. Поэтому, ребят, я еще раз повторюсь, что нужно иметь всегда при себе разрешение на работу. Оно должно у вас храниться минимум три года с последней смены работы, допустим, или если у вас это первая рабочая карта, вы все равно получаете разрешение на работу, потому что без него рабочая карта, по сути, это просто кусок пластика, который не стоит ничего здесь, в Чехии. Поэтому обязательно важен этот пункт. Вот такая вот информация, которую я хотел с вами поделиться. Не знаю, пишите, у кого какой был опыт, кто сталкивался с подобными ситуациями, как все заканчивалось в тех или иных случаях, опять же, с этим разрешением, с такими моментами, как подача документов на рабочую карту, как продление по рабочей карте. Не забудьте поддержать это видео своими лайками и не забудьте, опять же, подписаться на наш канал, кто этого еще не сделал. Ну, а мы увидимся уже с вами в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Ваш Морозлайф. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok